Продолжение следует... 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 Дальше. Объект 3. Перемножаем 3 на 6, получаем 18. 5 объектов было создано во время интерпретации этого выражения. Да, так вот их было создано аж 5 штук, я по пальцам посчитал. И все они были удалены. Почему? Никому не нужны. Что сделать для того, чтобы эти объекты не удалялись? Дать имя какому-нибудь из них. Вот в этом случае у нас из пяти объектов выжил только один, последний. Давайте посмотрим. Вот он. Вот эта штука в питоне время от времени всякие заполошенные люди называют операцией присваивания. Ничего подобного. В питоне как таковом присваивания нет вообще. В питоне есть операция связывания. В данном случае это связывание последнего из имеющихся объектов именем А. Это связывание объектов именем А. Объект А одного. И от операции присваивания она отличается не от омарности. Сначала объект должен как-то там появиться, где-то внутри хранилища питона. А уже потом переменная А начинает его именовать. С этим связана одна забавная штука, что в питоне все объекты строго типизированы. У любого объекта существует тип. Вот. Опять же, если кому скажут, что в питоне не строгая типизация, плюньте тому в глаза. Строгая. Она более строгая, чем во многих других языках программирования. Например, в питоне нет вообще никакого подковерного преобразования типов. Для того, чтобы было возможно преобразование типов, в действительности должны быть определены соответствующие методы. И именно наличие методов явно, а не подковерно, определяет возможность преобразовать, ну, допустим, вещественное число в целое. Никак иначе. То есть, более того, разумеется, строгая типизация в числе прочего означает, что какие бы то ни было операции над, ну, в случае питона, операции над объектами, это тоже вызов соответствующих методов. И поскольку методы к нам приехали от класса, то совершенно очевидно, что ничего кроме того, что вызвать нужный метод из нужного класса для данного объекта, мы не можем. А это значит, что типизация строгая. Но типизированные в питоне именно объекты в классическом питоне, мы с вами в конце семестра поговорим про аннотированные варианты, в классическом питоне типов у имен нету. Имя может быть, может именовать чего угодно. То есть, совершенно любой объект может быть назван одним и тем же именем. Ну, вот, например, сейчас у нас именем а названа функция type. В этом смысле в питоне нет ничего, вообще ничего волшебного. Любой объект это просто объект, любое имя это просто имя, и любой объект может быть назван любым именем. Все. Это вот тоже все. Это все, значит, рассказывает, о чем мы бы говорили всю прошлую лекцию. Не так давно, кстати, кажется, чуть ли не это послужило выходом, как это, сменой позиции Гвида с позиции пожизненного добровольного диктатора на позицию одного из членов Большой Семерки. Сравнительно недавно в питоне появилась также операция связывания. Операция связывания, в отличие от оператора связывания, который всегда стоит слева, имена, справа, набор объектов, которые нужно связать. Операция связывания может быть вставлена прямо внутрь арифметической операции. Вот, например, вот так. Вот. Обратите внимание на довольно обязательное наличие скобочек вокруг такой операции, и некоторые синтаксические, посмотрите, соответствующие ПЕП, некоторые синтаксические особенности, в каких случаях нельзя использовать операцию связанной, хотя, казалось бы. Вот. Это приобретение 3.8 или 3.9 питон 3.9 довольно раннее, в смысле довольно позднее. Вот. Тем не менее, штука удобная. Ну вот. Значит, операция связывания. За подробностями ходите в лекцию, но имейте в виду, что такая штука есть, ее главное достоинство – это сокращение некоторых достаточно типичных конструкций, одну из которых мы сегодня прямо посмотрим. Ее главный недостаток – это так называемый побочный эффект. У нас вычлылось какое-то арифметическое выражение, а в результате этого какое-то имя поменял адресата. Нехорошо это. Вот. Вот. Например, Айдарий Викторович Толеров в своих лекциях просто, вернее, в своей книжке про языки программирования просто водопадом обрушивается на язык программирования Си как раз за его побочные эффекты, вот в том числе за такое. Вот. Вот. Подозреваю, что язык программирования питом в его глазах пал еще ниже, чем был раньше, после появления этой операции в нем. Тем не менее, тем не менее, как мы увидим сегодня, это довольно удобная штука. Считаю своим долгом чуть-чуть забежать вперед для того, чтобы показать, как работает, ну, допустим, множественное связывание. Ну, во-первых, множественное связывание может работать вот так. Вот. Вопрос ко всем. Глупый вопрос, я умных не задаю. Сколько объектов было создано в этот момент вот этой операции? Один. Да? И у него три имени. Это три имени одного и того же объекта. У вас. Кстати, сравнение из, это сравнение на идентичность объектов. Не на равенство, а на идентичность. За подробностями, пожалуйста, в прошлую лекцию. Вот тут меня сразу спрашивают, а разве при обычном делении не происходит ли подковерное приведение числа к типу флот? Как ни странно, нет. Мы ближе к середине семестра будем говорить о так называемых протоколах в питоне. И тот факт, что мы в принципе можем, в принципе можем найти ща. Короче говоря, тот факт, что мы в принципе можем применить соответствующую операцию к нашему любому объекту. И эта соответствующая операция выдаст О. Вот он этот конвертер. И эта соответствующая операция выдаст соответствующее значение. Вот, собственно, давайте А равняется 12. А точка бла-бла, флот, бла-бла. О! Ровно оно и означает, что мы можем применить операцию деления к вот этому объекту и этому объекту. Потому что операция деления будет, ну, на самом-то деле, вот, это остаток отделения, да, какой-нибудь другой диф. В общем, да, ничего подковерного не происходит. Деление обязано работать с, значит, вещественными числами. Преобразование в вещественное число заданное для данного объекта. Любой объект, который можно преобразовать в вещественное число, будет поделен, можно поделить. Вот и все. Да, возвращаемся к нашему разговору. Это мы все еще про прошлый раз говорим. Ну, к сожалению, тут надо, надо аккуратно все это, да. Значит, теперь относительно связывания элементов непоследовательности. Значит, вот это у нас было связывание несколькими именами одного элемента, но можно написать и вот так. А, б, с, равняется 1,2,3. Что стоит справа, да, это как раз есть, мы забегаем вперед, справа у нас стоит, справа у нас стоит кортеж. Это константный список. Константный, как бы, массив объектов фиксированной длины. Что стоит слева? Специальная конструкция, предназначенная для как раз множественного связывания. В результате у нас получается сразу три имени, обретают, начинают связывать сразу три объекта. Фишка этой штуки, мы еще будем это смотреть, состоит в том, что справа может находиться любая последовательность. Совершенно не обязательно эта последовательность должна быть, ну, кортежем. Это может быть даже вычислимая последовательность. То есть, такой объект, у которого нельзя взять нулевой, первый и второй элементы, а можно просто их по ходу перечислить. И они приедут, значит, по очереди. Мы это все посмотрим в ближайшем семестре, но идея состоит в том, что множественное связывание слева, довольно жесткая конструкция, с перечислением имен через запятую, справа любая последовательность, ну, например, вот такая. Вот, range это специальный объект, он является вычислимой последовательностью, мы про это будем говорить чуть ли не в следующей области. И тем не менее, вот. Ну, раз уж мы это вспомнили, давайте я вам голову-то запудрю. Можно сделать еще вот так вот. Вот эта конструкция возьмет наш range, возьмет из нее первый, в смысле нулевой, первый и последний элементы, назовет их a, b и d, а все остальное положит в c. То есть, из остального сделает список, этот список положит в c, качел такой, да, соответственно, вот сколько бы тут элементов не было, они все. Вот, да, видите, а здесь наоборот, здесь у нас их три обязательных, а все остальное ничего, пустой список, приехали в c, забежали вперед. В чем идея? Идея в том, что мы можем вполне связать наши объекты не только именами, но и каким-нибудь составным типом данных. Вот, вот, например, объект c, он ссылается на объект а и на объект b, и, соответственно, даже если я скажу, эти объекты продолжат существовать, потому что они связаны, на этот раз не именами, а просто участием в кортеже c. Вот. Давайте, что ли, сходим на питон, да? А вот, когда вы, представьте, у нас какой-то новый объект создался, и... Нет. А, да, конечно, вот этот, вот этот кортеж создался. Ну, то есть, раньше-то этого кортежа не было из двух объектов, а теперь создался. А вот эти кортежи не для именов? Нет, для объектов, имен там нет. Где вы видели имена вот здесь? То есть, на имена айдишники? Да, 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 только не айдишники. А ссылки там, там все хитрее, чем айдишники. Хотя, может, и айдишники, наверное, да. Вот. Нам это не нужно знать с точки зрения синтаксической. Да? Это именно что? Последовательность объектов точка. Вот и все. Вот. Да? Вот новый кортеж. Тут человек спрашивает, что есть еще конструкция с двумя звездочками. Не сегодня. Вот уж к чему, а конструкцию с двумя звездочками мы не будем сегодня рассматривать. У нас другие цены. Про ДИР я уже говорил. Да? Все объекты, которые мы насоздавали, вот они в нашем пространстве, в нем глобальном, тут лежат. Вот сколько ни на есть. Вот это все насоздавал мой Петти Пайтон. Ну, в общем, вы понимаете, в чем фишка. Это вот всякие системные штуки. А вот С, Д, вот это все. Вот это все то, что мы понаделали. Кстати, видите, буквы А и буквы Б нету. Имена мы только что удалили. Нет здесь ни А, ни Б. А объекты сами есть. Почему? И это еще одна тема прошлой лекции, что в действительности Петон с объектами и их связанными работает следующим образом. Вот у нас создается объект и, возможно, чем-то связывается. Если объект не связывается ничем, он уничтожается. Если у объекта есть связи, именно участие в каких-то составных структурах данных, объект передали в качество параметра функции, он там залип в неймспейсе. Короче говоря, если объект залип в каком-нибудь неймспейсе или на него ссылается какая-нибудь последовательность, этот объект не удаляется. То есть для каждого объекта Петон подсчитывает количество ссылок на него. И пока этих ссылок больше нуля, объект существует. Когда количество ссылок становится равно нулю, этот объект удаляется. Те из вас, кто в прошлом году, год назад ходил на оси, а также не год назад, на операционные системы, могут вспомнить, что примерно так устроены жесткие ссылки в файловых системах, в юнекс-подобных системах. Понятие hardlink примерно такое же. У нас есть файл и имя файла. У файла может быть сколько угодно имен. Пока у него есть хотя бы одно имя файла, файл еще не удален. Даже если мы удаляем имя, как только мы удаляем последнее имя, файл удаляется. И последнее, что я хотел вам сказать за прошлую лекцию, и все-таки начнем нынешнюю, две вещи последние. Это то, что в действительности Петон чуть-чуть хитрее и удобнее устроен, но это не имеет отношения ни к синтаксису, ни даже к семантике программирования, имеет отношение только к его прагматике. А именно, объекты кэшируются и некоторое время существуют. Даже если на них больше нет ссылок. Они валяются в кэше. И из этого кэша их можно, не создавая, быстро поднять, если выяснится, что мы только что удалили, а нам после этого опять понадобился точно такой же объект. Например, в кэше лежат все малые целые числа от 0 до 254, кажется. Всегда. Прибиты гвоздиками. Зачем не знать? Вот. И вторая штука. Довольно часто говорят, вот ваши языки с этим самым безопасной моделью памяти. Это такая, в общем, странная хрень. Там какие-то, значит, страшные люди ходят и забирают мусор все время. Непонятно, как программа работает с этим сборщиком мусора. Так вот, в действительности единственная, ну вот такая очевидная ситуация с реально появившимся мусором, это когда у вас все объекты ссылаются друг на друга, то есть ревкаунт у объектов не обнулился. А вот ни в одном пространстве имен этих объектов нету. Как такого добиться? Ну, в общем, довольно просто. С помощью тех же последовательностей. Смотрите. Вот у нас есть список А, равный, ну, допустим, 100, 200. Вот у нас есть список Б, равный А, 300. А вот теперь мы делаем вот такую вещь. Обратите внимание на хитрого питона. Хитрый питон понимает, что произошла кольцевая... кольцевая ссылка друг на друга и ловит первый же шаг от рекурсии, говорит, все, дальше там опять все то же самое. Что будет, если удалить два таких объекта? Удалить А и Б. По уму в этот момент у каждого из них было минимум по две ссылки. Это имя А и участие в объекте Б. Вот здесь. И когда я сказал дел А, Б, одну ссылку мы удалили, а вот две других остались, они все еще сумаются друг на друга и болтаются вообще неизвестно где, потому что больше ни в одном пространстве имен доступа к объекту А, бывшему объекту А, доступа к этому объекту, и доступа к этому объекту больше ни в одном пространстве имен нет. Вот это мусор, который следует обнаруживать и удалять. Именно такие картинки. Рифкаунт, обнуление, соответственно, обнуление количества ссылок и удаление объекта из КШ, это не проблема. Эта проблема не имеет особо хитрой вычислительной сложности, подумаешь. А вот ситуация, когда у вас образовались странные кольцевые объекты, и нужно ли их вообще убивать. И это другая картина. Так что претензии относительно того, что языки за сборщиками мусора это сложные непонятные штуки, они понятны, эти претензии, но они не относятся к основному процессу алгоритмизации. Они относятся вот к таким странным случаям. Более того, эту штуку можно отключить, и пускай себе вот эти вот объекты текут, болтаются в памяти, если вы их плодите. Заодно посмотрите, как это у вас получается. Вот на этом, кажется, все про прошлую лекцию. Хотел я побыстрее это сделать, но не сумел, и ладно. На самом деле, мы все еще разговариваем про очень простые штуки в питоне, поэтому, возможно, можно здесь тоже пойти немножко бегом. Например, я не буду рассказывать здесь присутствующим, и даже здесь присутствующим, не буду рассказывать, что такое табличка истинности для логических операций. В конце концов, у нас такой уровень для людей, которые знают несколько языков программирования, или хотя бы один, и там почти наверняка логические операции есть, иначе это не язык программирования, а что-то странное. Просто напоминаю, что для операции логической и, она же, дай бог памяти, дизъюнксом, табличка истинности выглядит таким образом, что результат а ор б равен фулс только в том случае, если оба операнды фулс. И примерно такая же фигня с конъюнкцией, то бишь с логическим и, что результат равен true только в том случае, если оба операнды true. В противном случае, значит, или равно true, а и равно фулс. В питоне эти операции называются and, or, in, or, они имеют очень низкий приоритет, значит, то есть не нужно ставить скобочек. Сначала вычислены все альфметические выражения, всякие скобочные операторы и все остальное, и только потом будет применен and, or, или not, которые отрицательны. Понятно. Вот. Но в питоне эта штука имеет гораздо более гибкую логику, которая слегка напоминает нам поведение си, только доведенное до некоторого предела, до некоторой финишной стадии. А именно, в питоне любой объект может быть либо пустым, это значит, что он как бы фулс, даже не как бы, что он фулс, и не пустым, это значит, что он true. Ну, давайте попробуем. Вот у нас нод true, это фулс. А нод false, это true. Соответственно, если мы сейчас применим нод к какому-то непустому объекту, должно получиться фулс. А если к пустому, должно получиться true. не только целые числа, не только числа, но и всевозможные другие объекты, всевозможные другие объекты, так, ну так, вот, могут быть пустыми. Итак, объект может быть пустым, и тогда он интерпретируется как фулс. Пока вроде все нормально. Соответственно, если мы объединяем два объекта логическим оператором, ну, например, давайте, что ли, рассмотрим такую конструкцию. То есть 100, 100, if, там, не знаю, else 200. Это так называемая логическая арифметичность, нет, это называемая, как это там, господи. Это тернарная операция сравнения, спасибо. Вот, которая очень просто читается, да, левая часть, если здесь стоит true, иначе правая часть, да, вот. И мы можем повторить все наши упражнения тем же самым путем, да. Пустой объект нам выдаст правую часть, не пустой объект выдаст левую часть. Какой мы еще знаем красивый пустой объект? Ноун, хороший пустой объект. Только он с большой буквы пишется. Во. Пока все вроде бы понятно. Мы можем интерпретировать любой объект, как true или false, в зависимости от его пустоты. Какие именно объекты пусты, мы заранее знаем. Ну, для последовательности это пустые последовательности, для чисел это нули, ну, вот это вот все. По-моему, даже, кстати, вещественное число тоже может быть пустым объектом. Если кто не знает, в питоне из коробки поддерживаются госпевещественные комплексные числа. Комплексное число может быть пустым объектом. В питоне из коробки поддерживаются комплексные числа, вот, и записываются они вот так. Вот мы обычно и пишем, а они пишут G зачем-то. Не знаю, наверное, и просто некрасиво. Во! Но главная фишка не в этом. Главная фишка в таблице истинности, которая в питоне, у нас в питоне, я бы хотел сказать, не бинарная логика, но на самом деле она, конечно, бинарная, просто мне нравится слово не бинарный. Вот. А просто, да, просто, значит, интерпретация объекта сохраняется. Ну, как бы, смотрите. И тут мы внезапно обнаруживаем, что нам вообще не нужно оперировать понятиями true и false. У нас результатом операции или и является один из этих объектов. Если вы посмотрите внимательно, эта табличка вот от этой ничем не отличается, потому что давайте вспоминать. Итак, у нас or возвращает false только в том случае, если оба объекта false. оба объекта пустые, мы возвращаем пустой объект. And у нас возвращает true только в том случае, если оба объекта true. Оба объекта не пустые, возвращаем второй объект. Фактически мы проверяем, пустой ли первый объект. Если он не пустой, сразу возвращаем первый, не вычисляя второй вообще, как в C, ленивые вычисления. Если мы видим, что объект не пустой, первый, в операции or, мы смело можем говорить, что результат true, то бишь, этот не пустой объект. Если мы видим, что первый объект пустой в операции end, мы смело можем возвращать false, то есть вот этот пустой объект a, не вычисляя второй. Почему я так напираю на не вычисляя второй? А вот почему я так напираю на не вычисляя второй. Второй оперант логической операции не вычисляется, если по первому можно сразу понять, чему равен результат. Упс. Почему так? Потому что первый оперант операции or оказался пустым, значит, надо вычислить второй, и вот тут-то мы встречаем деление на 0. Те, кто более-менее знает язык C, знают, что там то же самое. Но здесь это все еще обмазано вот таким удивительным пониманием того, что не просто числа, а вообще любые объекты могут быть true и false вот сами по себе. Собственно, на этом заканчивается наша небинарная логика, небинарная логика в питоне. сразу скажу, что меня тут спрашивают, можем ли мы не вычислять второй оперант, или обязаны его игнорировать. Я не знаю, это один из самых активных наших участников, человек с ником сокращенец, у которого даже есть свой каналчик, посвященный железу, дружественный с нами, и он, да. Так вот, дорогой сокращенец, мы, как это сказать, не вольны в этом участвовать. Второй оперант не вычисляется, если не вычисляется, если по-первыхому уже понятный результат. То есть, не то, что мы обязаны его игнорировать, так оно происходит. Может ли, могут ли круглые скобки изменить поведение вычислений? Нет, не могут, потому что непонятно, куда их здесь ставить. Непонятно. Вот если мы здесь поставим вызов функции какой-нибудь, да, то поскольку вызов функции происходит просто раньше, тогда да, тогда мы попытаемся вычислить, попытаемся, а, кстати, не факт. Нет. Эта же операция все равно вторая, да, мы проверили первый оперант, если второй оперант, если он уже истинно, второй оперант не нужен. Вот. Вот такие дела. Именно с этим, кстати, и связан тот факт, почему мы возвращаем в двух случаях А, в двух случаях Б. Мы возвращаем А тогда, когда Б мы вообще не вычислили. А когда мы его уже вычислили, мы возвращаем Б. Очень удобно. Теперь относительно сравнений. Ну, про сравнение мы все и так знаем. Вот они. Больше, меньше, равно, меньше, равно, больше, равно, не равно. тут нету больше. А, тут есть один такой пример, один сякой пример. Мне было лень писать. Вот. Короче, мы про это все знаем. Сразу вам скажу, что сравнения имеют приоритет более низкий, чем арифметические операции, но более высокий, чем or not and, понятное дело. Поэтому, опять-таки, скобочки не нужны. Мы можем совершенно смело писать всякие конструкции, что-то типа if 100 меньше 20 and 20 меньше 40. Ну, да, кукование у нас не произошло, потому что должно произойти кукарекание. Кукарекание произошло. Вот. Значит, обращаем ваше внимание в данном случае именно на отсутствие лишних скобочек. Кто писал на Паскале, меня поймет. Вот. Кто-то писал на Паскале. Значит, два интересных два интересных оператора, операции сравнения. Это операция сопоставления объектов и операция принадлежности одного объекта другому. Например, если другой является последовательностью. Ну, смотрите, вот у нас есть а, б, равняется, ну, допустим, там, не знаю, раз, два, ну, да? Чего? А, а равно б равно. Ну, и с тоже равно этому. Очевидно, что все эти три операции, все эти три объекта равны. А вот вопрос, являются ли они одинаковыми, ответ нет. Вот эти два имени номинируют один объект, вот это имя номинирует другой объект. Объект, который у нас, ну, давайте вот так вот еще, это вот у нас объекты, один и тот же объект, а и b, а c это другой объект. Вот. iD, это уникальный идентификатор объекта в c, вообще, в питоне, если питон написан на c, с очень большой вероятностью, это адрес в памяти. Кстати, давайте проверим этот вопрос. Похож ли это на адрес в памяти со стороны кучи? очень похож. Это прям вот, прям вот очень похоже на то, где в стандартной бинархе куча размещена. Вот. Что? int это проверка наличия элементов последовательности. Если написать a, int b, он скажет, что так сделать нельзя. Потому что int в b, на который указывает b, тип int, не является последовательностью, по нему нельзя запустить итератор и проверить, что в нем есть. А вот, например, если мы сделаем вот так вот, вот, то мы можем проверить, например, два int. Вот. Так. Значит, почему я тут это вспомнил, хотя разговор про последовательность у нас будет чуть позже. Я это вспомнил, потому что это такие операции, которые выводят true и false. поэтому мне было необходимо про них рассказать. Но питон не был бы питоном, если бы в него не навесили что-нибудь такое удобненькое. Вот. в данном случае это многоместные операции сравнения. Вот. Многоместные операции сравнения выглядят так. 10 меньше, 1, меньше, там, 5, меньше, 2, меньше, это было не 10, а 12, не важно. False. потому что больше. Вот. Вот тут надо понимать, что многоместные операции сравнения это то, как их любят записывать математики, а не то, как мы сейчас, как программисты, пытаемся это интерпретировать. Вот. Сейчас я посмотрю, у меня есть в поргалке подсказка. Если бы мы написали вот такую конструкцию на си, прямо такую, то в действительности мы бы, наверное, имели в виду вот это, что мы сначала сравним 12 с 5, а полученное число, все это будет 0, либо 1, сравним с 2. И, между прочим, на питоне такое тоже можно, потому что, на самом деле, в питоне есть в питоне есть тоже представление о том, что true это единичка, а false это 0. В эту сторону конверсия срабатывает. То есть true и false являются числами, они числовой протокол поддерживают. Вот. Но, как вы понимаете, одно дело вот так вот, и совсем другое дело вот так вот. Почему? Потому что вот такая конструкция, она раскрывается математически, это на самом деле раскрывается вот в такую штуку. как вот тут вот с места уже подсказывают. Да? Вот. То есть, если мы безо всяких скобочек выносим цепочку каких-то операций сравнения, элементы цепочки разбиваются на пары, в каждой из них происходит сравнение и объединяются эндами, как тут вот нам и предлагали. Да? Да. То есть, получается, если пить 7 больше 7 меньше 6 7 Конечно. И, опять же, вы помните, с точки зрения математической нотации это так и есть. Да? Вот глазками на это посмотреть не вызывает никакого, никакой дюсинкразии. Да? Главное только не пытаться это вычислять, как компилятор 7. Да? True в in настоящее приводится. Да, да, да. True в in переводится по той же самой причине. У него есть соответствующий преобразователь. Я, кстати, не знаю, но он там точно должен быть. Вот он. Вот он. Да? Соответствующий метод есть. Функция сложения. Ну, короче, вот кстати, у него и ад есть. Вообще-то, вообще-то true это просто такое число. Просто он из алгебры вот этой укорочивания. Для вас. Так что, ничего удивительного. Казалось бы, такая простая штука, конечно, конечно, приводит к некоторым красивым побочным эффектам. Как вы думаете, что это? Где здесь true? Да. Короче, даже если написано из, не надо пытаться интерпретировать этот как си, а надо просто мысленно проделать вот ту же самую операцию. и тогда все становится на свои места. Любое многоместное сравнение, это просто последовательность этих сравнений попарных, заключенные в скобки и объединенные, что у нас, конъюнкции. Вот. Такие дела. То же самое. Ну что? Ну а почему нет? Любая операция. Ну хорошо. А меньше или не так. Не А там. Больше А равно Б. Почему нет? Все то же самое. Просто такие конструкции, они слегка, ну они редко встречаются, и не всегда, не часто нужны, в общем-то. А вот такие конструкции, особенно вот такие цепочки, прям сплошь и ряда. Такие дела. Так. О. В случае условного действия мы уже с вами, мы уже с вами говорили, что есть тернарная операция. Вот. Тут, правда, довольно долго в питоне аналогом тернарной операции была просто конструкция А, ОР, Б, Н, Ц. Понятное дело, что она работает. Ща. А, Б, С, Р, равняется 11, 2, 3. Понятное дело, что она работает, потому что... Давайте я только красиво сделаю. Как все это происходит? Мы вычисляем первый оперант А. Если он истинно возвращается А. Если он ложь, вычисляем второй оперант. И поскольку Энд, это логическое умножение, она более высокоприоритетна, то мы сначала выполняем вот эту операцию, а потом уже... Вроде бы все хорошо. Чем вам не тернарная операция? Да? Что-нибудь типа 1 меньше 2 или 3 Энд 4? Ой. А, ну да. Извините. Нет. Что я сделал не так? А, наоборот. Да. Условия посерединки. Это вот... Я привык уже пользоваться таким новым... Ну, условно, новым, у лет 10 тернарным оператором. Да, конечно, условия должны быть посерединки, вы правы. То есть вот так вот. Один ор да во. Чем не модель тернарной операции? Ну, у этой штуки есть один подводный камень, подводный грабель, который состоит в том, что все-таки мы работаем с этим как с логическим выражением. И поэтому, не дай бог, там внутри будет... Вот так вот. Да? Смотрите. Если у нас условие 0, само условие... Ну, не условие, условие-то у нас 1. Но оперант, который мы собираемся вернуть вот здесь вот, 0, то у нас все равно приедет С. А в случае условной операции нет тернарной. Да? Вот. Здесь-то у нас... Вот должно, по идее, получиться... Должно, по идее, получиться... Да. Должно, по идее, получиться 0. Да? Вот мы проверили А. Если А вернули Б, а если не А, то С. Да? А у нас равно единице. Если А у нас истинно, то вернули Б, то бишь 0. Но, поскольку 0 это false, то вот такая конструкция, она пойдет дальше и таки вернет нам С. Потому что вот на этом уровне у нас получился 0. Вот. Короче говоря, не пользуйтесь вот этими странными конструкциями, а пользуйтесь настоящей тернарной операцией вот такой, и будет вам счастье. Кстати, тут в обратную сторону все, но не важно. Мы, собственно, подошли к еще более простой части нашей лекции, а именно про то, как устроены в Питоне блоки, условные операторы, операторы цикла, и в частности, блоки внутри них. Вот. Я думаю, что все уже здесь присутствующие знают, что в Питоне отступы значащие, то есть блоком операторов, которые находятся внутри, скажем, оператора условного, является группа других операторов с одинаковым отступом, большим, чем у исходного. Ну, что-то типа такого, if. А мы тут даже писали где-то. Вот. Давайте здесь прям ставим print. Это у нас был if или true, да. Давайте прям даже так можно написать. А здесь а здесь print false. Вот. А, наоборот, да. Вот тут. Вот. Ничего мудрого в этом нету. Вот. у ревнителей не знаю у ревнителей чего. Почему-то у некоторых подгорает от знающих отступов. А, вот. Я не знаю почему. А как же я напишу программу всю в одну строчку? Да. А преподаватель, когда слышит это, примерно такие же звуки издает. Я тебе напишу программу в одну строчку. Да. Ну, не важно. Вот. Значит, это первое. Поэтому, меня тут не переубедить. На самом деле, конечно же, сопровождаемость кода зависит от читаемости. Это один из главных законов питона. Readability counts. Вот. Мы на самой последней лекции будем познавать дау питона. И там это будет. Текст на питоне должен быть читаемый. А во-вторых, если ты, товарищ, говоришь, что ты не можешь написать на питоне программу в одну строчку, то ты, наверное, плохо знаешь питон. Потому что в питоне есть функциональность. Функциональные возможности. А если есть функциональные возможности, если можно функциональным стилем написать, все можно написать в одну строчку. Прочитать нельзя. Написать можно? Прочитать нельзя. О, вот тут Маркизиус задает очень хороший вопрос по материалу предыдущей лекции, поэтому я на него отвечать не буду, а именно про то, какие, значит, какие числа всегда лежат в каше питона. Правда, предыдущая лекция. Отступы. Блок с отступами. Отступы могут быть любые, лишь бы они были неравными исходному и большими его одинаковыми. Классика советует четыре пробела в качестве отступа. Это, с одной стороны, достаточно заметный кусок, с другой стороны, не такой конский, как, например, в кодинг-полисе в Linux-ядре, где отступом считаются восемь пробелов. Вот. Я так понимаю, четыре пробела в качестве отступа это настолько популярная штука в современном программистском мире, что некоторые люди верят, что символ тугуляции содержит четыре пробела. Мы про это будем говорить в курсе по Linux-у, что, как это, это утверждение удивительным образом дважды неверно, что символ тугуляции содержит четыре пробела. Во-первых, D4A8, во-вторых, не содержит. Но неважно. Вот. Да. Так что, мне кажется, пояснять нечего. Единственное, что стоит пояснить, что в случае питона у нас есть конструкция вот такая с клаузой Елиф. Клауза Елиф нужна для того, чтобы сделать, превратить вот такую соплю, такую гирлянду вложенных ифов, а поскольку отступы в питоне являются синтаксически значимыми, мы не можем написать один иф, вложенный в другой, без отступов, подносим можем. Помните? Пишите else, иф, пробел иф и дальше в столбик. Вот. Так вот, чтобы заменить вот такую вот гирлянду, такую бахрому на что-то более человеческое и в частности скоммуницировать нашему читателю кода, что это на самом деле никакие невложенные ифы. На самом деле это иф, который рассматривает несколько разных условий. Есть операция Елиф. Ну, точнее, клауза Елиф в операторе иф. Опять-таки, как это все выполняется? Иф условия здесь true выполняем вот эту часть. Если здесь было не true, проверяем следующее условие, вычисляем его. Если оно было true, выполняем вот эту часть. Если оно было не true, вычисляем следующее условие. И так до посинения. Если ни одно из условий не выполнено, а у нас в операторе есть клауза Елиф, мы восполняем вот этот оператор. Все. Из этого, кстати, следует, что все условия вплоть до того, которое оказалось true, будут вычислены, а все остальные не будут. Это важно. Вот это вычислено, вот это вычислено, вот это, а вот это скажем мне. Значит, с тех пор, как я читал эту лекцию в прошлом году, произошли изменения, вышел 30-й питон, почти как 30-е царство, впрочем, 3-9-й тоже. Вот. И в нем появилась абсолютно чумовая структура, весь смысл которой мы сейчас с вами не поймем, потому что мы еще столько в питоне не знаем, по крайней мере, те из нас, которые действительно следят за мной, а не самостоятельно его изучают. Это оператор матч. Мы к нему вернемся ближе к концу семестра, потому что для того, чтобы понимать, как работает оператор матч, вообще-то не худо бы разбираться с объектной моделью в питоне. А пока что отметим два его основные свойства, которые нам уже сейчас понятны и которые относятся к нашему сегодняшней теме, к нашей сегодняшней теме, а именно к управлению потоком вычислений. Оператор матч фактически в какой-то степени замещает вот эту вот, ту же самую гирлянду с елифами. Вот. Только устроен немножко по-другому. Мы вычисляем некоторые выражения, необязательно его тут вот с int input, но совершенно необязательно его вводить, тут может быть и перемен, но что угодно, понятно, выражение. А дальше в операторах кейс перечисляем возможные результаты этого самого, возможное сопоставление с этим объектом, и то сопоставление, которое оказывается истинным, выигрывает и выполняется соответствующий оператор. Давайте мы просто скопипастим это и заодно проверим, как это работает. вот. Вот у нас сейчас, сейчас у нас вводится строка с помощью оператора функции input, которая немедленно преобразуется в целое. Давайте введем один, и он скажет это один, ничего удивительного. Хорошо, десять, и он скажет это десять. Почему он не сказал это один? Ну, потому что то, что мы ввели результат вычисления вот этого выражения, объект, который здесь получается, он не равен единице, а равен десяти, все хорошо. Да, это свитч, только очень, это, как это, вот на сегодняшнем, да, это свитч, но очень в большом количестве стероидов, не сказать амфетаминов. Ну, то есть, реально, вот, то, о чем мы сегодня сможем поговорить, это где-то процентов десять его, пятнадцать его функциональности. Вот. Для того, чтобы как-то примерно намекнуть на то, что он на самом деле умеет, во-первых, давайте посмотрим на уже имеющийся пример, обратите внимание на то, что мы вот здесь вот указали имя, то бишь, условно говоря, свободную переменную, и в это имя приехал объект. Да? Давайте вот сейчас введем этот объект, скажем, раз, два, три. Вот в этом месте var стало равно раз, два, три. Давайте, этого не было, не планировалось в лекциях, но все-таки хочется, хочется хоть как-то показать, что вот, какие глубины под этим растут. Давайте мы сейчас, да. Давайте проверим. Давайте проверим. давайте вот так вот сделаем еще. Эй! Сейчас. Маточ. Нет? А, да. А, тут слово other, не слово var. Нет? То есть, давайте вот что сделаем. Давайте сейчас чистый эксперимент проведем. и нет, он появится в namespace. То есть, вот он появился в namespace ровно вот в этот момент. С областями винимости в питоне как-то? Это, 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 с областями винимости в питоне все прекрасно. Один из законов Дзена, одно из дао, один из дао, утверждений дао питона, области винимости, это круто, давайте сделать их как можно больше. Вот. В данном случае это одновременно и локально, и глобально, поскольку мы с вами еще не изучили функций, то, что так, что так, что так, это все одна и та же область видимости. Вот он, этот азер. Я не хотел этого делать, но давайте все-таки, давайте все-таки мы, я покажу, в чем сугубая фишка того, о чем мы не будем говорить, а именно, давайте вместо, так вот, сделаем input split и у нас в результате будет строка. Да? там, так вот, А, потому что он не с an, А, потому что должна быть ровно одна, да, да. Это такой кейс, но он сопоставляет не значение объекта на равенство, а структуру объекта. В данном случае мы получили строку, разбитую на подстроке, пословную. И мы говорим, если первое слово это А, второе слово есть, а третьего нету, тогда у нас срабатывает вот этот кейс. Причем вот это третье слово приезжает в свободную переменную var. Ну и в общем это. Кто из вас более или менее знает питончик, но, как это сказать, не приступал еще к матчу, сходите сразу в PEP 636, это тьюториал. Там много интересных, правда, реально много. Я в последнее время пишу, когда я пишу на питончике, очень много этим самым матчем пользуюсь, потому что, ну, круто. Вот. Пара замечаний, которые уместно здесь сделать. Первое, что если вам не нужен этот var на имспейсе, как только что было сказано, зачем нам var на имспейсе, если мы его только используем, да еще и в случае там... Пишите здесь знак подчеркивания, символ подчеркивания. Символ подчеркивания это единственное специальное такое имя в питоне, которое не удерживается в имспейсе. Вот. То есть его там обычно нет. Кстати, в PTPPython'е оно есть, но это уже проблема PTPython'а. Вот. Если вы не хотите плодить лишних имен в имспейсе, пишите здесь подчеркивание. Вот здесь вот вы уже не сможете его написать, оно пропадет тут же. Вот. Но, по крайней мере, вам не понадобится хранить вот ненужное ошибочное значение хоть где-то. Второе замечание. Обратите внимание, что вот в этой конструкции, где написал int input, вот здесь мы уже не знаем, чему у нас равно вот здесь вот этот объект. Мы можем только предположить, что он равен 1. Сам этот объект исчез. Мы его ввели. И мы проверили его в случае кейса. Дальше он никому не нужен, он ничем не связан. Вот тут мы его связали свободной переменной вар, а здесь нет. Кстати, вопрос ко всем. Это, правда, вопрос на знание материал предыдущей лекции. Вот этот код, да, давайте мы его еще раз. О, вот он, этот код. Да. Как сделать так, чтобы в этот момент в неймспейсе было имя, которое равно 1 нашему введенному. Как модифицировать этот код, предложить? По-быстрому. Понимаете, у нас сейчас нету в неймспейсе штуки, которая равна 1. Вот, когда мы ввели неправильное слово, мы его связали, свободный переменный вар, и здесь теперь в other у нас лежит раз, два, три. А я хочу, чтобы у меня, ну или 10, допустим, давайте вот что, да? Как сделать так, чтобы в какой-то переменной появилось 10? Присваивание? Нет, у операции слово связывание более правильное. Куда? В какое место? Нет, перед вытачиванием в кейсе точно не можем. Да, причем какое связывание? Да, да. Как правильно подсказывает Маркизио в чатике, через маржа. Этот операция, вот этот вот оператор, да? Можно даже, наверное, ну, вар. Только, да, вот этот оператор называется волрус оператор, потому что, посмотрите внимательно, вот это глаза, это клыки. Пробуем. Успех. Вот вам пример, для чего нужен волрус оператор. Иначе нам пришлось бы, в общем, городить целую упражненьку. Сначала вводить, потом матчить по этому имени, и как бы, ну, в общем, вот. Это такое томарное вычисление объекта и тут же его связывание. В данном случае оно подходит. Надо просто его, просто вместо одного оператора у вас будет два. Так-то оно подходит. Кто мешает сделать вот так вот, да? Кто мешает сделать вот так вот. В общем, никто. За исключением ситуации, когда вам по каким-то причинам, по чисто синтаксическим, важно, чтобы оператор был один, а не два. Да, вопрос. А зачем вообще нужно просто в одно, если есть двойточие равно? Двойточие равно гораздо более поздняя конструкция. Она нужна и уместна, далеко не во всех местах читайте ПЕП, там написано. И она не поддерживает всяких хитрых штук типа множественного связывания. Она не поддерживает, кстати, и операция связывания именем, не поддерживает. Мы, кажется, не можем написать. Давайте попробуем. Сейчас, секунду. Давайте я попробую, но мне кажется, что не можем. Не можем. Вот это операция, волшебство операция, операция, он только про имена. Да? Вот я сейчас попытался, но мне даже эти токсическую ошибку выдали. Мне даже Enter, поэтому не дал нажать. Вот в отличие от такой конструкции. Вот. Просто фактически это совсем про другое. Это такая таблетка для того, чтобы делать более читаемым текст, ну, например, вот такой. Опять же, читайте ПЕП по Волш-оператору, там прям приведены примеры, когда, значит, без него неудобно, а с ним удобно. Вот. Опять же, мне кажется, что никому из здесь присутствующих я не открою ничего, рассказывая про то, как работает цикл, за одним маленьким исключением. Вот у нас есть цикл Вайл. Сколько в каноническом цикле, обычном цикле, частей? Из каких частей состоит цикл? Штук. В общем, в цикле должно быть четыре раздела. Значит, почему четыре? Вот, Ванс, тут вот в чатике тоже встают вопрос, и некоторые говорят три, некоторые говорят четыре. Почему четыре? Мы довольно весело прыгаем на этом для, в опитончике для самых маленьких, вот, просто пишем вложенный цикл и убираем одно из этих, одно из этих, один из этих разделов, смотрим, что получится. Поскольку цикл – это повторение действий, зависящее от свойств объекта, да, если свойства объекта, условия, то бишь, выполняются, действия повторяются, а если условия не выполняются, если свойства объекта перестают нас удовлетворять, действия не выполняются. То, очевидно, четыре семантически разных составляющих. Первое – это подготовка этих объектов к их начальному состоянию. Во вложенных циклах сплошь и рядом люди забывают проинициализировать переменную заново. И привет. Второе – это, собственно, проверка тех самых свойств объекта, условия. Третье – это полезная нагрузка, она же тело. Это то, что цикл делает, например, что-то выводит. И четвертое – это изменение тех объектов, свойства которых мы проверяем в условиях. Вот их четыре. Если вы сейчас попробуете написать, так как я это сделал, обычный цикл со щенчиком на питоне с помощью цикла while, вы все четыре условия напишите одновременно, напишите как миленькие, да? while и меньше, скажем, пяти, print и… А, черт, что я забыл? Правильно, я забыл, я забыл это самое, я забыл изменения. Можно, но не нужно. Да. Я сейчас не говорю про те возможности, которые предоставляют оператор цикла, да? Я говорю вот про это. Что когда мы собираемся выполнить какое-то, выполнить некоторые действия, несколько раз, в зависимости от свойств каких-то объектов, у нас логически приезжает четыре разных куска, которые должны присутствовать в цикле. Подготовка объектов, проверка свойств, те действия, которые мы собирались выполнить, и изменение самих объектов. Вот. Только что был пример, почему без изменения не работают. Ну, если, почему без инициализации не работает, понятно, как бы вложенный цикл написали, инициализацию забыли, получили, не вложенный. Слушайте, а могу я написать? Сейчас я, ну-ка. Нет, не хочет. Говорит, не пишите так, это питон, а вы вообще злобный буратин. Хорошо, не буду. Так. О. Вот так можно сделать. Во. Теперь должно работать. Шикарно. Шикарно. Значит, break continue. Ничего сложного в break continue нету. Да? Break – это значит прекратить работу цикла в тот момент, когда вы решили, что больше не надо, хотя изначально запланировали больше. Ну, например, давайте тут 16, и где-нибудь здесь вот if i равно 5 break. Чего тебе не нравится? А, вот. Да, обратите внимание на то, что вроде бы основной цикл должен работать 16 оборотов от 0 до 15, да, но оператор break просто выводит его за предел. Да? А оператор continue, опять же, кому я рассказываю, нет, это плохо. Что сейчас будет? Да, совершенно справедливо. Мы хитрым способом, не знаю, зачем мы это сделали, обошли инкремент. Вот. Ну, хорошо. Ну, в смысле изменения, да? Да. Да. Во. Короче, ничего нового к тому, что вы уже знаете, я не расскажу сейчас, потому что оператор continue переводит на, собственно, проверку условия в обход всех остальных операторов, которые стоят в конце. Вот люди тут активно зевают, я даже слышу, как это такой сочный хруст от челюстных суставов. Вот. Да. Что такое операция плюс-равно? Значит, у этого штуки есть три объяснения. Вот. Тема эта не слишком короткая, не помню, была ли она в прошлый раз, которого не было. Вот. Но, видимо, коротко хочется это упомянуть. Мы, конечно же, можем написать, да, вместо того, чтобы писать, хотя с точки зрения типа данных int, это, в общем, одинаковая конструкция. Почему? Потому что мы возьмем объект, который называется сейчас i, умножим его на два, получим новый объект и назовем его именем i. В этом случае мы возьмем объект, который сейчас называется i, умножим его на два и назовем этот полученный объект, получим новый объект, назовем его им. И эта операция от этой не отличается семантически. Да, я еще не объяснил, не закончил объяснение. Я только первую треть даже не начал. Я понимаю, создаётся лишний объект? Нет, не создаётся. Тогда мы продолжаем. Вот. Значит, в данном случае семантически эти операции не различим. Но вопрос в, как это часто бывает в высокооруженных языках программирования, в коммуникации с читающим вашу программу. Вообще говоря, если у вас написано что-то равняется арифметическое выражение, это значит, что нужно вычислять какое-то арифметическое выражение и потом по-новому его называть с помощью вот этого имени. то есть здесь мы можем только догадаться о том, что на самом деле и удваивается. Здесь мы явно пишем ровно это и удваивается. То есть первое отличие чисто коммуникативное. Вот тут мы пишем, ребята, мы удваиваем значение вот этой переменной. а в предыдущем в предыдущем на предыдущей строке мы в общем это написали но в достаточно завоевленном виде. Иногда если конструкция сложная об этом догадаться непросто. И второе то, что вы говорили что если у нас есть такой тип данных у которого по-другому реализована операция ну скажем плюс равно например мы это будем говорить про это более подробно например список ну и не важно 1,2 если написали а равняется а плюс 3,4 то вот тут-то как раз действительно будет ровно такая штука. Мы возьмем объект а давайте даже не так сделаем id от а посмотрим возьмем объект а возьмем объект 3,4 на основании сложения этих двух объектов сконструируем новый новый объект с новым id и назовем его именем а а вот если мы написали а плюс равно 3,4 это с точки зрения списка абсолютно другая операция это операция добавления двух элементов в существующий объект видите вот тут id изменился а вот тут нет это вообще другая операция почему ну потому что операция плюс равно это на самом деле всего лишь вызов соответствующего метода если мне не изменяет память и add increment addition вот вот по этим соображениям всякий раз когда вы говорите я увеличиваю и на единицу лучше писать я увеличиваю и на единицу чем вот такую конструкцию но вы тут говорили что вы задали другой вопрос значит относительно плюс-плюса есть два объяснения объяснение первое вообще говоря утверждение вырви глаз это вопрос вкусовщины некоторые говорят что отступы это тоже вырви глаз но это утверждение номер 0 на самом деле утверждение номер 1 в случае значит инкремент плюс-плюс си плюс-плюсный наследуется от инкремента плюс-плюс сишного сишный инкремент плюс-плюс появился в языке потому что архитектура PDP9 а затем PDP11 на котором изначально разрабатывался язык программирования си имела такую ассемблерную инструкцию автоматическое увеличение на единичку числа то есть вы могли не просто совершить некоторую операцию с ячейкой а еще по ходу задним числом ее увеличить то есть с точки зрения прагматики языка программирования си инкремент это явное указание того использовать такую инструкцию ежели это возможно это вообще не операция сложения это такая специальная машина инструкция зачем она переехала в си плюс-плюс вопрос сложный но вот я так понимаю к этому моменту уже выросло целое несколько поколений людей которые считают что плюс-плюс это красиво плюс-равно один это значит вырови глаз поскольку с точки зрения коммуникативной поскольку такой такой прагматике разумеется в питоне нету ибо где инструкции машинные а где питон а с точки зрения коммуникативной эти конструкции абсолютно эквивалентны между ними нет такой разницы как между конструкциями вот такого и вот такого вида То основное правило питона, и это тоже входит в дау питон, что-то мы сегодня много про дау говорим. Видимо, потому что у меня через 45 минут будут занятия с студентами факультета философии. Ну вот, так вот, поскольку никакой семантической разницы между этими конструкциями нет вообще, а есть беда у питона, гласящая, что любое действие предпочтительно, чтобы можно было сделать единственно верным способом, то пожертвовали вот этой вот мнимой верлеглазности ради единственно возможного варианта. Кстати сказать, если кто-то хочет посмотреть на язык программирования, в котором, наоборот, ничего единственного возможного нет, все возможно бесконечным числом раз, попробуйте повтыкать в первую. Вот. Такое вот классическое в этом смысле альтернатива питону, это язык, в котором любая задача может быть решена, даже очень мелкая задача, тысячу одним очень удобным способом. Вот. Ну, то есть, в этом его главные неудобства. Интересная тема. Питон не был бы питоном, если бы к тому, что мы уже знаем при языке программирования, не прибавлял бы какую-нибудь плюшку вкусную. Вкусная плюшка, это вкусная плюшка, это клауза else в цикле while. Как работает клауза else в if? If – условие, else – оператор. Как работает клауза else в цикле while? While – условие, если мы вышли из оператора while обычным путем, выполняется else, потому что вот это условие перестало выполняться. Да. А скоро он работает? Да, работает. Если мы вышли из него по брейку, то в момент выхода это условие все еще выполняется, и поэтому else не вычисляется. Ну, давайте скопипастим вас весь этот код просто тупо. Да? Что тут у нас? Сейчас посмотрим, что тут у нас. У нас… А, у нас проверяется, а мы… Значит… А, понятно. Мы ищем число 42 в некоторой арифметической прогрессии. Вот. До 66. Вот здесь вот мы нашли 42, а здесь не нашли 42. Как это происходит? Здесь мы вот в цикле while нашли 42, напечатали факт, что мы нашли 42 и немедленно вышли из цикла. Эта штука очень удобная. Это так называемый шаблон поиска первого. Простейший шаблон, примитивнейший. Как нам в цикле определить, нашли мы то, что нужно, или не нашли? Обычно как делают? Заводят логическую переменную под названием «нашли». И если нашли, то она равняется true, а если не нашли, то равняется false. При наличии клауза else к циклу while, это просто два разных места. Вот это место называется «нашли», а вот это место называется «не нашли». Поскольку отсюда мы вылезли по брейку, мы не попадем, не выполним вот эту операцию. Если же мы вылезли из цикла не по брейку, а потому что и увеличилось до 66, мы попадем и выполним эту операцию. И вот два варианта запуска. Ой, запуск с 34, когда мы добираемся с шагом 4 до 42. И запуск с 35, когда мы не добираемся с шагом 4 до 42. Обратите внимание, никаких дополнительных переменных, ничего. Да. Нет, скоп везде глобальный. Это не C++. То есть оно будет видно? Да, 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 скоп везде глобальный. Есть пара мест в питоне, заранее оговоренных, где созданные имена исчезают после их использования, но до них мы даем еще не скоро. Скоп везде глобальный, вот этот самый дир. Да, локальный скоп находится внутри функций, классов, этих самых методов и всего остального. Вы можете надеяться на то, что появившееся имя никуда не денется. Мы про это поговорим, когда поговорим про соответствующие структуры данных. Модификация namespace – это всего лишь создание имени в специальном словарике, который хранит имена. Все. Создали его там, он там живет. Оно. Так. Еще одна полезная штука – это классический цикл по вводу, который с наличием волш-оператора… Раньше приходится сначала вводить первый элемент, потом проверять, что он ноль. Ну, короче говоря, смотрите. Каноническая схема цикла по вводу. А равняется input. Сейчас, давайте лучше программу напишу. Классический, значит, цикл по вводу. Инициализация переменных. А равняется input. Ну, хорошо, input, ладно. Input, естественно, через n. Это не n. Я тороплюсь просто. While a. Условие. Тело. Print a. Изменение. А равняется input. Люблю слово input. Еще хуже я поступаю с командочкой print. Обычно я такое пишу. Вот. Да? Классический, каноническая схема цикла из четырех пунктов. Инициализация, условия. Чуть такое. Обратно. Ну, ладно. Да. Да. Значит, инициализация, условия, тело, изменения. Ну, нормально. Так вот. Ну, давайте запустим его ради интереса. Сейчас. Я уже не сохранил, что ли? Ну, хорошо. А, не сохранил, действительно. Вот. Пустую строчку. Сейчас. Пустую строчку ввел, закончилась. Да? Теперь с помощью волерс-оператора может быть извращено полезным способом и сокращено из четырех строк до двух. При этом проверка условий, инициализация, и изменения впихнуты в одно и то же место. Да? Пустая строка. Вот. Цикл по воду. Это закончились интересные вещи, началась полезная, на которой мы, собственно, закончим лекцию. Полезная вещь про решение домашних заданий. Несмотря на то, что я их только вчера сделал, я уже забыл, есть ли там, например, математические функции. Ну, короче, вот так вот можно в свой namespace притащить все математические функции из модуля масс. Первое. Второе. Вот так вот. Ну, принт, как работает принт, я думаю, все знают. Вот. Давайте сейчас я его покажу, просто вот, чтобы... Чего? Да чего? Смотрите. Опять же, может быть, все знают, а может быть и нет. Как работает принт, знают все, но не все, например, знают, что можно написать вот так. Вот. Как работает input, мы с вами видели. Или input всегда возвращает строку и только строку. Если вы хотите преобразовать введенное число во что-то, явно пишите преобразование типов, типа int от input. Упс, это не int, а вот это int. Вот. Если вы напишите a равняется input, input, и... А потом напишите a плюс a, знаете, что получится? Вот. Это вам не PHP, который в этом месте сам догадается, какого типа. Вот. Но, впрочем, это не велика, не велика доблесть быть не PHP. Да. Значит, и главная таблетка. Если у вас в домашнем задании сказано, введите числа через запятую, мы используем таблетку. Смысл которой я сейчас объяснять не буду, потому что у нас время кончилось через... А, ну еще не кончилось. Еще две минуты. Слушайте, ну тогда я, может быть, я же обещал пять минут у вас забрать, тогда, может быть, я даже смысл объясню. А то, как же это? Мы используем таблетку, которая называется Eval. Что такое Eval? Раз уж у нас есть две минуты. Eval – это функция питона, которой вы передаете строку а он ее вычисляет как выражение питона. Причем в текущем неймспейсе. Ну или в том неймспейсе, который вы этому Eval укажете. То есть вы можете реально сказать, например, вот так. Обратите внимание на кавычки. А, даже не так. Давайте вот так вот. Ну и, соответственно, если у вас неймспейс не готов к такой операции, то он будет не готов. Есть еще функция exec, которая выполняет кусок кода питона таким же образом. Но нам достаточно Eval. Для чего нам достаточно Eval? Мы с вами уже вспомним, что когда вы заводите то, что называется тюпль, он же кортеж, он же массив фиксированной длины, неизменяемый массив в питоне, можно элементы указывать просто через запятую без скобочек. То есть, типа, если вы пишете вот так вот, то получается, как раз он самый, тюпль. Мы также с вами помним, что любая последовательность, например, этот тюпль, может быть, ну, допустим, x, y, z равняется a. Может быть распаковано на нужное количество имен и засунуто в каждое имя, ну, каждый посвой. Внимание, вопрос. Одной строчкой ввести три числа через запятую. Как? Естественно, заранее предполагается, что весь ввод корректен. Приверять корректность ввода ни в каких задачах нашего курса не нужно, если это не сказано заранее. Да. Некоторые знали. Что, правда? Ну, видимо, тогда... А, этого не было в лекциях. Этого не было в лекциях, я обязан был это сказать, да. А, так я на праке рассказывал. Это я на праке рассказывал. Это 321 группа тут все это самое запалило всю картину. Значит, что сейчас происходит? Сначала происходит ввод строки, потом зеваленье этой строки как выражение питона, и если мы просто через запятую перечислим три числа, то это будут три числа, это будет тюпль из трех чисел, который будет распихан. Именно так решаются все наши домашние задания. просьба, значит, поскольку я везде ограничиваю свои собственные фантазии в том, какой может быть тестирующий ввод. Вот всегда, всегда корректен, если только в самом, в самой задаче не написано проверить эту корректность. Вот. Значит, что еще можно сказать про домашки? Про домашки по лекциям. Домашки про лекцию проверяются Еджаджем. В случае, если ответом являются вещественные числа, скорее всего, там будет проверяльщик, который с некоторой точностью будет это проверять. Не обязательно ваши алгоритмы должны быть сильно-сильно точные. Вот. Да, тут вот сокращенец острит по поводу того, что если вы в качестве ЕВАЛа передадите какую-нибудь команду, которая, которая, например, ну вот, вот да. Это чуть-чуть, чуть-чуть сложнее, чем, чуть-чуть сложнее, чем вам кажется, но достаточно легко, то да, так произойдет. Вот. Значит, еще тут сокращенец предлагает цикл с постусловием и прыжками в середину. Цикл с постусловием на моей памяти раз пять, наверное, пытались внедрить в питон и все пять раз его отклоняли чисто из-за того, что красиво в языке, у котором блоки обозначаются отступами, сделать цикл с постусловием нельзя. Я не говорю про прыжок в середину. Кстати, цикл с прыжком в середину мне известен только в форте. Вот. В других языках я не помню такого. Цикл одновременно с пост- и предусловием. То есть есть часть которая выполняется до проверки условия, а есть часть, которая выполняется после проверки условия. А условия посерединке. Да. Вот мне тоже кажется, что для структурного программирования это, как это сказать, нарушает всю стройность. Все. Если у вас есть вопросы, задавайте их. В этот раз домашние задания только на... Да. Все домашние... Все домашние... В прошлый раз тоже. Да, да, да. Все наши домашние задания будут на иджадже и от них будет зависеть, получите ли вы автомат, с которым вы согласитесь. Домашние задания, дедлайн, шесть дней, сто процентов. Две недели... Плюс неделя, пятьдесят процентов. Все оставшееся время двадцать пять процентов. Да. Вот. Соответственно, вот. Имейте это в виду. Решайте за первые шесть дней домашние задания. Так. Поскольку все встали, я так понимаю, вопросов больше нету. Спасибо. Спасибо.